Здравствуйте! В этом видео мы нарисуем весенний пейзаж и на этом пейзаже будет цветущее дерево вишни. И начнем с фона. Нарисуем сначала небо, проложим основной фон. Небо у нас будет состоять из нескольких частей. Самая верхняя часть неба будет самая темная. Будет три части. Темная, средняя и светлая. Самая темная часть неба будет синяя. Мы берем синюю из баночки и добавляем туда чуть-чуть белого. Дальше нам нужно получить цвет посветлее. Для этого мы добавляем больше белого в синий. Смешиваем на палитре, чтобы получить средний голубой. И рисуем еще одну полоску средний голубым. Небо у нас будет занимать чуть больше, чем половина листа. Получилась вторая полосочка, средний голубая. И будет еще третья часть неба, самая светлая. Почти что белая. Ну или светло-светло-голубая. Берем много белого и чуть-чуть синего. Вот получилось такое небо. Дальше нам нужно размыть границы между этими тремя частями, чтобы получить плавные переходики. Я мою кисточку, ее вытираю, выжимаю и начинаю размывать границу. Между светло-голубым и средне-голубым, чтобы получить плавный переходик. Дальше опять мою кисточку, вытираю и размываю вторую границу между средне-голубым и темно-голубым. И получается один большой плавный переходик от светло-голубого к темно-голубому. Это и будет наше небо. И теперь нижняя часть. Это будет трава весенняя. Она может быть такая достаточно яркая, может быть обычная. У меня обычный травяной зеленый. Если у вас есть какая-то зеленая поярче, можно использовать поярче. И я добавляю белый. Можно, чтобы было поярче, смешать желтый просто отдельно. И вот такой вот небесно-голубой. Тогда зеленая краска будет более яркая. Зеленый цвет будет более яркий. Так. И ну получается средне-зеленый. Средне-зеленый может быть даже... Может быть даже он будет посветлее. Этот средне-зеленый. Мы им закрашиваем оставшуюся часть фона. Это будет у нас основная наша заготовка. Дальше на ней уже можно рисовать детали. Линия горизонта. Делаем ее более-менее ровной, но на самом деле там еще будут деревья на дальнем плане. Поэтому мы с помощью них сможем выровнять еще. Сейчас пока оставляем так. И теперь деревья. Деревья лучше сделать темно-зелеными. Для этого мы смешиваем зеленый и черный на палитре. Смотрите, не перечерните, хотя в принципе они могут быть почти что черные. Потому что они вдалеке. Они не должны вылезать на передний план. Поэтому они могут быть достаточно темными. И у нас будет яркое дерево. На темном фоне оно будет выглядеть более контрастно. Деревья можно сделать чуть больше, чуть меньше. Вот у меня кисточка щетина. В принципе можно любой кисточкой делать вот такие вот неровные верхушки. И например вот здесь может быть как бы в одном месте чуть поменьше эта линия деревьев. А с левой стороны может быть чуть побольше, а здесь самая большая. То есть вот эту линию деревьев можно сделать не одинаково, а можно сделать вот такую вот разнообразную. Или же можно сделать одинаковую. Посмотрите, как вам больше нравится. И мы заполняем деревья темно-зеленым цветом. А вот как видно я не размазываю нижний слой, а я беру краску каждый раз и накладываю. Беру и накладываю мазочками, чтобы нижний слой у меня не подмешивался. Потому что если он подмешается, то может высветлиться и будет уже не темно-зеленый, а какой-то уже такой вот серовато-зеленоватый, более светлый. Ну вот например так. Да, вот такие деревья на дальнем плане. Не мог быть совершенно любой формы. Так, ту линию горизонта мы немножко размываем. Но это не обязательно. Можно чуть-чуть сделать, чтобы она не была такой резкой. и зелень, да, что с зеленью. Можно, в принципе, зелень оставить такой, какая есть. Можно зелень разнообразить, подмешать в нее немножко желтенького, ну или какого-то такого салатовенького. Ну то есть это желтый с белым и немножко синего. Можно чуть-чуть ее осветлить, да, можно не осветлять. Можно просто сделать несколько желтых мазочков, чтобы чуть-чуть оживить. Так. Ну я немножко добавила светло-желтого. Может быть даже просто лучше сделать вот так. Да, у каких-то два-три желтых мазочка. Ярко-желтых. Но это не обязательно. Может быть это какие-то цветы или просто для живости. Так. Теперь нам нужно, чтобы это место у нас высохло. Можно добавить облачка, по желанию. Можно не добавлять. Облачка тоже чуть-чуть оживят. Белая краска, кисточка щетина. И вот такие вот облачка. Да, я вот как бы точечками их наношу. Не размазываю, а точечками. Чтобы они тоже были более живенькие. Ну, например, их может быть три. Три. А, не обязательно много. Но несколько светлых пятнышек мы добавляем. Дальше я мою кисточку, вытираю, прохожусь по нижнему краю. Так вот немножко тоже точечками немножко объединяю, чтобы цвет облака белый ну, как бы соединился с небом. Да, немножко он подразмывается. Здесь вот тоже чуть-чуть. Я ничего не размазываю, просто вот такими точечками прохожусь по нижнему краю. И получается, что верхняя граница облаков более четкая, более светлая, а нижняя как бы плавно переходит в цвет неба. А если нужно, где-то можно сверху поярче высветлить. Облачко. И теперь переходим к самому дереву. Давайте нарисуем ствол сначала. Ствол будет темным. Можно смешать темный и черный с коричневым. Если коричневого нет, смешайте красный с зеленым. Да, вот у меня коричневого сейчас нет под рукой. Я смешиваю красный с зеленым и с черным. Получается темно-коричневый. Даже можно на самом деле добавить побольше черного, чтобы он был такой достаточно темный. И нарисуем ствол вишня. Да, вишня она же не совсем как дерево. Она скорее как кустик. И у этого кустика ствол не очень толстый. Какой-то средненький. Да, ну вот можно придумать как большой ствол переходит дальше в веточки. Можно нарисовать по-своему. сначала нам нужно наметить все вот эти вот веточки. Ну, какое-то количество. Их будет в основном не видно. Вот за этими цветочками. Мы нарисуем цветочки розовенькие. Будет не видно, но будет виден ствол внизу и какое-то количество веток. поэтому здесь вот это место мы обращаем на него внимание. Такой вот кустик. Там может быть где-то и будут видны веточки, но в основном нет. Ну вот можно его оставить таким. Можно чуть-чуть утолстить. и добавим свет. Белый смешиваем с этим вот нашим цветом ствола. С нашим коричневым. Чтобы получить светло-коричневый. И вот с одной стороны мы высветляем этот ствол. Можно чуть-чуть высветлить даже веточки. Хотя это не обязательно. Просто так вот мы намеком намеком чуть-чуть высветляем. С одной стороны тень на стволе. С другой свет. Пример так. И теперь сами цветочки. Поменяйте воду. Если она у вас грязная. Цветочки должны быть очень яркие. Сейчас нужно взять белый. Вот есть большая баночка. Потому что это уже закончилось. Чтобы белый был почище. И беру красный. У меня красный кармин. Или же называется еще рубиновый. То есть холодный оттенок. не алый. Алый ближе к оранжевому. А это холодный. Ну такой вот малиновый. Рубиновый. Какой-то более холодный. Чтобы получился более холодный розовый. И мы смешиваем цвет этого дерева. Цвет розового дерева. Дальше кисточку очень хорошо вытираем. Лучше взять щетину. Очень хорошо вытираем. Об салфеточку. И немножко нужно распушить пальцем. Чтобы торчали волоски. Это и будет наше дерево. Наши веточки. То есть нужно получить сухую кисточку. С растопыренными волосками. И дальше мы будем. Такими вот точечками. Намечать. Цветочки. Да. То есть когда кисточка сухая. И растопыренные волоски. То это больше похоже на цветочки. На много маленьких цветочков. Можно пройтись сначала. И какой-то общий силуэт. Веточками задать. Ну а потом пройтись еще раз. И уже посерединке. То есть дерево-то вишневое. Может быть более густое. Менее густое. Может быть разное. Вот хорошо если кое-где будут просвечивать. Проглядывать веточки. Вот здесь хотя бы. Так. Вот я наметила примерный силуэт. силуэт этой вишни. И теперь можно где-то уплотнить. А краешки остаются такими вот более прозрачными. И проходимся. Заполняем нашу вишню. Цветочками. И смотрим когда уже будет достаточно. И по вот этой вот розовой. Ну это не листва. Это наоборот цветочки. Можно пройтись где-то сделать. Например чуть потемнее. Побольше подмешать красного. Вот я подмешиваю этот же цвет побольше красного. Где-то чуть больше красного даю. То есть можно добавить разных оттеночков. Вот более красноватый. Так. Ну. Пока наверное можно остановиться. С этим. Можно где-то прям. Чтобы они слились. Все эти цветочки в одну общую массу. Так. Где-то мы видим фон там просвечивается. А где-то они соединяются в одну общую массу. И еще добавим теперь беленького. А вот у меня беленький есть уже на палитре. Получаем светло-розовый. А еще пройдемся светло-розовым. Светло-розовыми цветочками. То есть это будет зона света. Это был средний розовый. Теперь можно кое-где. Только нужно вытирать получше. Чтобы торчали кисточки волоски. Вот. Вот. Кое-какие веточки можно чуть-чуть высветлить. Вот кое-где для разнообразия. Вот какие-то остаются темными. А какие-то чуть-чуть высветляются. Можно даже сделать почти что белыми. Только важно, чтобы была кисточка сухая. Вот мы обязательно вытираем салфеточку. С растопыренными волосками. Вот. Если не ложится краска. Если начинает уже проступать нижний слой. То нужно подождать. Пока подсохнет. Ну вот как-то так. Получилось. Такое вот живенькое деревце. Так. Сейчас мы еще со стволом посмотрим. Может быть я еще высветлю на стволе. Там что-нибудь. Вот с правой стороны. Да. Вот я сделаю светло-коричневым. Чуть-чуть его посветлее. А то у меня слишком сильно затемнился. И теперь что еще будет вокруг. Тропиночка. Так. Желтый. Коричневый. Белый. Нам нужно получить бежевый. Если у вас есть охра, смешайте охру с белым. Охра это бежевый. Да. Такой вот песочный цвет. И можно сделать вот отсюда какую-то тропиночку. Например, как-то так. Но это можно и не делать. Можно и без нее. Можно с ней. Она только должна быть, чтобы она выделялась. Она должна быть светлее. Так. Вот можно даже сделать ее светло-коричневой или светло-бежевой. Вот я ее делаю. Добавляю побольше белого. Да. Я ее делаю достаточно светлой. Чтобы она была светлее, чем травка. Да. Потому что так вот сливается немножко. Поэтому, если у вас сливается, тоже добавляйте больше белого. А вот там она вдалеке, видите, получается такой зигзаг. Она совсем уже тоненькая. То есть ее почти что не видно. И куда-то она уходит. Если у вас сливается, если она не выделяется, добавляйте больше белого. Книзу она расширяется. И она не ровная. Потому что это вот такая вот живенькая, протоптанная тропиночка. Так. Если добавить побольше белого, то она будет выделяться на фоне травы. Если у вас трава более темная, то и тропиночку можно делать более темной. То есть я вот бежевым или светло-коричневым и с добавлением белого сделала. И можно еще вот вокруг этого деревца темно-зелененьким какие-то рисовать. Но бывают травиночки. Желательно, чтобы они были потоньше. Так. Ну вот какие-то, скажем, символические. Посадили вокруг травиночки. Так. Темно-зелеными. Наверное, именно эта кисочка толстовата лучше сделать потоньше. Какая-то клумбочка. Ну вот, в принципе, и все. Так. Если хотите, нарисуйте птичек. Птичек, бабочек, цветочки. Можно какими-то точечками еще. Ой. Скотч рвет мне бумажку. Так. Вот такой вот получился весенний пейзажик. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok